Друзья, всем привет! Спасибо, что зашли на мой канал, и это уже второе видео из серии про палетки, на этот раз мы обсудим блестяшки. Блестяшки это настоящая любовь бьюти маньяков, тени маньяков, тени голиков, назовите как хотите, но факт остается фактом. Блестящие тени девочки очень любят, как сороки на них вот постоянно ведутся в магазине, что нам нужно посвочить в палетке. Блестяшки, обязательно никто не свочит матовые, все свочат блестяшки, дуахромчики, тряхромчики, и все в этом духе. Снова у нас в ролике не будет Пэт Маград, хотя, да, знаете, очень странное видео о блестяшках без спешл шейдзов от Пэт Маград. Это какое-то кощунство, при том, что у меня в коллекции много ее палеток, но ее палеткам мы уделим отдельное внимание в одном из следующих видео, поэтому не волнуйтесь, их мы стороной не обойдем, не обделим вниманием, но для них мы выделим совершенно отдельный ролик. Я уже повторяюсь, поэтому давайте скорее начинать. Начну я со старенькой палетки, которую я сама купила с рук, уже попользованную, бушную, потому что я очень ее хотела, а единственное место, где я ее нашла в продаже, это у какой-то девушки на Авито за, извините, 15 тысяч рублей. Я была просто не готова платить, если вы хотели эту палетку и не знали, где ее взять, и обладаете большими финансовыми возможностями, можете потратить 15 тысяч на палетку, которую хотели, то зайдите на Авито, ее все еще никто не купил. Так вот, это палетка от Бобби Браун. Ну, знаете, немножко странно, наверное, вы думаете, показывать то, чего уже нельзя купить, но я показываю это не просто так, я показываю именно из соображения продемонстрировать эти блестяшки, которые есть в этой палетке, потому что вообще-то у Бобби Браун эти блестяшки есть в однушках, да, они не дешевые, они стоят, мне кажется, порядка двух, восемьсот, трех тысяч, как-то так, в общем, дорого. Но если вам нужна одна единственная блестяшка в очень хорошем качестве, то у Бобби Браун они есть именно в однушках, и к тому же, если вдруг у них снова выйдет палетка подобная с такими блестяшками, вы будете знать, что стоит ее покупать или нет. В общем, блестяшки у Бобби роскошные, это, конечно, те блестяшки, которые можно сравнить, например, с той же Пэт Маград снова. Знаете, второй ролик подряд говорю, не упоминаем Пэт, и мы ее снова упоминаем. Ну да ладно, особенно я лично хочу блестяшку Moonstone именно от Бобби, я хочу себе купить эту однушку, потому что она действительно потрясающая, и если вам нужна только одна блестяшка в таком вот бежевато-золотистом оттенке, Moonstone это очень-очень красиво, это такой цвет шампанского, он роскошный, он сияет просто миллионом каких-то искор, и это выглядит так красиво, просто крышесносно, нереально, и действительно потрясающе. Вот поэтому я вам показываю эту палетку, так как эти блестяшки все-таки можно в моноварианте как-то найти, приобрести, ну или если вы увидите где-то, что ее продают с рук. Ну вот я купила, я ее пользуюсь, и никакой аллергической реакции, ничего такого со мной ужасного не случилось, слава богу, поэтому можно сказать, что если доверяете людям посторонним, то можно вот приобрести и купить. Ну ладно, переходим к следующей палетке, это тоже старичок в моей коллекции, и старичок вообще в бьюти-мире. Это палетка Moonstone от Urban Decay. Я знаю, что они обновили линейку вот эту вот Moonstone, и теперь их сияшки продаются тоже в однушках, но как-то, знаете, какие-то странные там, странные отзывы, неоднозначные по поводу качества. Я еще не пробовала, честно говоря, обновленную версию. Я думаю, что попробую, может тоже куплю однушку, испытаю ее, но пока мне хватает этой палетки, потому что, знаете, я не так часто пользуюсь такими яркими блестяшками, но я их очень люблю. Да, они дико осыпаются, но если на клей для глиттера нанести, и сначала наносить макияж глаз, а потом уже макияж лица, то все будет замечательно. Безумно красивые оттенки, особенно я люблю вот этот вот Magnetic, такой фиолетовый немножко оттенок, lithium оттенок, бронзовый немножко, тоже очень красивый, и вот этот Galaxy, они роскошные, он такой синевато-черно-коричневый, в общем, шикарные оттенки, они очень красивые, и да, они крохотулечки, но так как такие сияшки яркие не нужны каждый раз, не нужны на каждый день, то я считаю, что этой палетке хватит вот так вот, чтобы пользоваться ею с удовольствием, и не знать горя в недостатке каких-то блестяшек в коллекции. Здесь еще и упаковка очень красивая, в общем, палетка действительно роскошная, мне нравится, я, кстати, не знаю, она все еще есть в коллекции Urban Decay или нет, но если я ее найду в продаже где-нибудь, я обязательно на нее ссылку прикреплю в комментариях и под видео, или в описании к видео. Теперь мы обсудим палетки, которые мы уже обсуждали в предыдущем видео, но именно в формате ежедневных палеток, теперь я покажу их в формате классных сияшек. И начну я со своей любимой Наташи Диноны, ее палетки Gold, потому что, если говорить не только о матовых, но и о сияшках, об украшалочках, то они здесь роскошные. Чем хороши сияшки Диноны? Тем, что они очень сложные, они интересные, у них потрясающие оттенки. При таком большом размере рефилов они прослужат вам очень долго, и именно небанальность этих оттенков делает их такими крутыми. Да, это не вырвиглазные какие-то триохромы, дуохромы, нереальные, вот сияющие вот так во все глаза, но это очень красивые шиммеры, которые роскошно так маслянисты наносятся, и которые имеют такие фантастические оттенки, такие шикарные золотые, которых вообще вы вряд ли где-то еще найдете. Вот именно таких цветов в таком качестве, только у Наташи вот в этой палетке настолько роскошное золото. Честно, честно. Есть ощущение, что Наташа мне приплачивает, но нет, увы, не приплачивает. Я ее просто люблю, бескорыстной и честной любовью, особенно эту палетку, и постоянно ее рекомендую только из самых благих соображений, потому что если вы хотите себе золотые, если вы любите золотые оттенки, то эта палетка 100% для вас. И дальше мы обсудим еще одну палетку, которую мы уже видели в предыдущем ролике про ежедневные палетки, это палетка Huda Beauty Nauty. Я повторюсь, что для меня открытие года, честно говоря, это палетка. Я очень не люблю продукты от Huda. Я каждый раз, когда пробую, обжигаюсь вновь и вновь. Мне каждый раз не нравится. У меня каждый раз ощущение, что меня опять обманули и подсунули какую-то гадость вместо хорошего продукта. Ну вот не складывалось у меня никогда с Huda. Но эта палетка, она просто все перевернула. Я ее попробовала, я была в таком шоке, как будто это даже не Huda, как будто Наташа там что-то подмешала в ее палетку. Но на самом деле они разные по качеству, но при этом они обе хороши по качеству. И в худи здесь не только матовые и роскошные, здесь нереально красивые сияшки. Я повторюсь для тех, кто может не видел предыдущий ролик, что вот этот макияж у меня выполнен вот этой пропалеткой Nauty. И эти сияшки, ну господи, какие они потрясающе красивые и роскошные. Здесь в них столько блесток, столько переливов, как будто какая-то пыльца феи, я не знаю, на ваши глаза насыпана. Очень-очень красиво, я обожаю эту палетку. И знаете, тем еще лучше становятся в моих глазах эти две палетки, так как они фигурируют в обоих видео, то можно сделать вывод, что если вы купите себе одну из них или обе эти палетки, у вас закроются все потребности, которые только могут быть в косметике. Ну, если, конечно, вы не любитель там оранжевых, желтых и ярких цветов, да, и каждый день не делаете color make-up, то, в принципе, эти две палетки могут закрыть потребности людей во всех вариантах повседневных макияжей. То есть это ежедневный какой-то ньют на работу или в школу, на учебу, и красивый вечерний макияж, и даже свадебный макияж можно сделать, и со стрелкой, и не со стрелкой, и затемненный уголок, и все что угодно. В общем, вот эти две палетки, да, они не дешевые, но если, например, их приобрести, ими можно обойтись полностью. Если вы не коллекционер какой-то палеток косметики, палеток косметики, палеток теней, то ими вы действительно обойдетесь и закроете абсолютно все свои нужды. У меня платочек у меня тут сползает. Так вот, продолжим. Давайте теперь обсудим три малышки от Шарлотты Тилбери. Чик-чик-чик-чик-чик. Если они все доживут до обсуждения. А потом поговорим об однушках, об однушках-сияшках. Итак, перейдем к Шарлотте. Начнем с классической малышки, это Pillow Talk. В предыдущем видео мы обсуждали длинную ее Pillow Talk с матовыми оттенками на каждый день. Теперь обсуждаем ее палетку попсов. Собственно, попсы Шарлотты Тилбери, это потрясающие, ни с чем не сравнимые сияшки, потому что это, вот практически, знаете, как у Худа, вот эта россыпь блесток, но она настолько деликатная, она не вырвиглазная, она не покрывает века целиком, не перекрывает полностью цвет. А именно, наносится вот такое сияние, оно очень модельное, оно очень деликатное, оно очень красивое, при этом все сверкает, переливается. В общем, это сложно описать, это нужно просто увидеть. Наверное, из всех трех палеток попсов, которые у меня есть, эту можно назвать самой неудачной, потому что здесь рефилы постоянно затираются, и их постоянно приходится очищать с помощью скотча. Но, несмотря на это, у меня здесь уже даже есть такие вмятости и дырочки, потому что я очень-очень люблю эту палетку. И я ее пользуюсь даже иногда на ежедневной основе. Я ее не показывала в прошлом видео, потому что я понимаю, что мало кто красится блестяшками на каждый день. Вот, но я иногда так делаю. Я могу взять с собой эту палетку, вообще могу ее просто в машине сидеть, на переднем сиденье, и краситься с помощью пальцев. Так вот, хоп, один на подвижное веко целиком нанести, потом вторым пальцем чуть-чуть затемнить здесь, вот так все это растушевать третьим пальцем, и в уголок нанести еще что-то. Нанести тушь, и все. Я довольна, у меня все сияет, сверкает, красиво переливается, и оно еще в такой ровный градиент переходит, от какого-то цвета шампанского к розоватому, потом в коричневый. Очень красиво, это роскошная палетка. Если ее приручить, если подружиться, если закрыть и так вот глазки на то, что они замыливаются, действительно сильно замыливаются, то с этой палеткой можно жить припеваючи, и она может действительно очень-очень нравиться. Я ее не буду прям советовать, как супер необходимость, что если вы хотите блестяшки от Шарлотты, берите именно эту, но если вы не против тех вот уступочек, которые нужно сделать в косметике, чтобы подружиться с этой палеткой, то она очень даже неплоха, и может сослужить хорошую службу. Я, по крайней мере, ее люблю. Но я знаю, что, например, мой любимый пони Рома, которого я обожаю, очень ценю его мнение, уважаю во всех вопросах косметических, он ее не любит. Но здесь у нас вот не сошлись наши дорожки, и я палетку, несмотря ни на что, очень ценю, люблю и пользуюсь ею часто. Следующая палетка, это прошлогодняя, мне кажется, лимитка попсов. Но знаете, у нее вот эти прошлогодние, какие-то годовалые, двухгодовалые давности, они могут продаваться еще в вечность на разных сайтах, пока все не распродадут. Снова попсы. Здесь у нас уже такая гамма, как будто бы поинтереснее. Здесь есть такой зеленовато-серовато-синеватый оттенок. Мне кажется, все этот цвет видят по-разному, кто как. Я вижу его с синеватым, зеленоватым. Вот. Плюс два таких бронзовых оттенка, и один цвет шампанского с легкой розовинкой. Очень красивый. Кстати, это мой любимый здесь оттенок. Я постоянно его пользую, и он мне очень-очень нравится. Но в целом, также все попсы я люблю. Наверное, вот этот темный, он мой самый такой невостребованный в палетке. Я пользуюсь им редко, потому что он темноват, а я все-таки не часто делаю какие-то темные смоги, чтобы мне понадобилась такая темная сияшка. Вот. Но все остальные я затираю с таким жарвением, как и те попсы из предыдущей палетки Pillow Talk. В общем, они хороши. Я надеюсь, что Наташа... Ой, тьфу, Наташа. Что ж такое? Шарлотта выпустит к Новому году снова еще одну палетку попсов, уже, скажем так, по традиции. И я в очередной раз ее куплю, потому что ее попсы мне очень нравятся. Они классные. Они, если ими пользоваться часто, очень быстро кончатся, потому что их надо наносить пальцем. Они затираются, там их вот это вот все очищать, снова пальцем наносить. Но, мне кажется, они стоят того, потому что они приносят потрясающую радость, когда ими пользуешься, и цвета действительно волшебные. И третья палетка попсов. В очередной раз это моя любимая палетка. Она называется Celestial Eyes. Называю название и пытаюсь его найти. Ничего ли я не путаю? Нет, не путаю. Celestial Eyes. Очень красивая палетка. Вот эту палетку я тоже периодически использую на каждый день. Если у меня настроение сиять по полной, то, пожалуйста, палетка попсов к моим услугам. Здесь, конечно, тоже они затираются, но они волшебные, они очень красивые, они так шикарно сияют. Я, честно говоря, все эти три палетки берегу, потому что мне жалко снова тратить деньги на эти палетки. И я пользуюсь ими не так часто, как хотелось бы. Даже если мне иногда вот хочется воспользоваться этой палеткой, я беру иногда что-нибудь другое, потому что, ну, от частого использования, реально, они быстро затрутся и быстро закончатся. Но я очень их люблю, все три, и использую, ну, по возможности часто, когда не жалко, не жалко мне тратить эти тени. С другой стороны, это же просто тени, тратьте на здоровье, да, что называется. Но вот периодически во мне такая косметическая жадность просыпается, и я думаю, зачем я буду покупать еще потом эту палетку, если я сейчас все потрачу, а тут такие маленькие рефильчики. Итак, переходим к однушкам, сияшкам. Ах, ты ж ежик! Чтобы вам было понятно, что только что произошло, вот эта вот штучка, я ее положила на ногу, вот так вот приоткрыла, и она защемила мне так больно, и кусочек кожи оторвала. Это очень неприятно. Ну да ладно. Что у нас тут за сияшки? Сияшки у нас тут трех видов. Тут у нас есть блестяшки от Бернович, вот они, кругляши. Одна блестяшка от бренда Nabla и блестяшки от бренда Inglot. Знаете, я вот косметически просто маничела, мне стоит увидеть красивую сияшку, все, я ее покупаю. Последнее время, последнее время, это, наверное, месяц 4, я стараюсь себя уже утихомирить. Думаю, все, Диана, у тебя полно косметики, тормози коней, просто покупай то, что реально очень-очень нужно, без чего не обойтись, прям ни за что. Но вот мы просто начнем с этих сияшек от бренда Inglot. Я как-то грешным делом зашла в Inglot купить Duraline. Думаю, вот мне нужно Duraline докупить, зайду-ка я. И там, значит, мальчик, консультант, он работает прекрасно, потому что вот он мне, можно сказать, втюхал новые их вот эти вот сияшки. Они красивые, они роскошно сияют. Но знаете, сколько раз я ими пользовалась? Один раз с момента покупки. При том, что они очень красивые, но я просто про них забываю. Нужно, мне кажется, выложить на какое-нибудь видное место, потому что вообще-то цвета очень даже красивые. Но не могу сказать, что это какие-то очень оригинальные оттенки, просто я сорока взяла и купила их. Это, кстати... Ух ты ж, давай, разбей его здесь еще. Это оттенок Dirty Talker 715. Это у них была какая-то новая там линейка этих теней, и я вот, в общем, повелась и купила. Ну, красивый, правда, очень-очень красивый оттенок. Даже вот прям сейчас вам свотч покажу, потому что остальные свотчи я доснимаю после видео, но этот покажу вам сейчас. И второй тоже вам сейчас покажу. Тоже красивый оттенок. Это цвет Easy Going 710. Uno momento. Набираем такой вот перелив. Ну, правда, они очень красивые. Вот почему я не пользуюсь? Вот потому что у меня столько всего, что я просто про них не помню. А они очень красивые сияшки. И если вам нужна какая-нибудь одна или две, пожалуйста, в Inglot можно обратиться, можно это все купить. Но если вам не надо было, не ходите просто так. Если пошли, не покупайте. Потому что тратить деньги, вот это вот прям мое это, любимое, потратить, когда не нужно было тратить. Следующая однушка, которую я вам покажу, это однушка от бренда Nabla. Называется она Selfish. Я ее приобрела на сайте Beauty Bay. И приобрела ее на Черную Пятницу. Ее, кстати, вообще невозможно было поймать. Она постоянно, мне кажется, раскуплена. Вот она, роскошнейший цвет. Этот цвет, кстати, мне очень напоминает сияшку из палетки Melt. Как же она называется? She's Party или She's Party. Как-то так она называется. Вот, красивый, очень красивый оттенок. Собственно, понятно, почему он всегда был раскуплен. Я вся уже в сияшках. Три свотча сделала просто. Следующий свотч я уже покажу фоном, потому что, извините, тут, конечно, Бернович и ее много. Я покажу вам от Бернович только любимые сияшки, потому что есть сияшки, которые мне не нравятся. Я вам покажу те, которые мне нравятся. Первое это X06. Очень красивый оттенок. Он такой прям интересный. Они все оттенки таких, знаете, жучков. Их надо наносить на какую-нибудь цветную подложку. То есть, если вы нанесете на зеленый или на желтый, будет играть один цвет. Если нанесете на розовый, будет другой цвет. На черный вообще там будет просто россыпь этих блесток, будет очень красиво сиять. Нанесете просто на клей для глиттера, то есть на прозрачную какую-то основу, будет их родной полупрозрачный, но тем не менее красиво сияющий эффект. Но если вы нанесете просто на сухое веко, скорее всего, они подскатаются достаточно быстро. Буквально там за пару часов уже будут закатаны в складочки. Так что не советую просто на голое веко наносить, но очень красиво, если вот использовать именно на подложку. Следующий цвет тоже жучок X12. Наверное, X можно и не читать. Очень-очень красивый. Он, кстати, вот переливается, знаете, этим классическим цветом коричнево-зеленоватым. То есть действительно потрясающий цвет. Мне безумно нравится. Это отличная сияшка. Также подложка, и все будет замечательно. Следующий, 13-й оттенок, он уже больше в такой фиолетовый уходит. И тоже мне нереально нравится. Он безумной красоты какой-то цвет. Но вот знаете, в чем минус того, что они у меня вот так вот хранятся, эти все однушки? В том, что я реально о них забываю. Этими однушками от Бернович я пользуюсь настолько редко. Да и вот Ингл вообще один раз воспользовалась. Наблой тоже редко пользуюсь. Потому что просто при обилии палеток забываешь о том, что есть однушки. Мне кажется, нужно эту палетку собрать еще какими-нибудь матовыми, чтобы она была хоть как-то более универсальна. Потратить еще. И тогда уже можно будет ей украсться. Просто доставать ее как полноценную палетку. И с матовыми, и с однушками. А то получается пока какая-то ерунда, что эти однушки лежат и бездействуют. И 23 оттенок. Он уже имеет более плотную такую цветовую базу. Он такой фиолетовый какой-то, розоватый. Тоже очень красивый. Шикарные вот эти вот оттенки у Бернович. Шикарные. У нее там еще расширилась линейка. Появились еще какие-то оттенки новые. Я видела свотчи, мне несколько безумно понравились. Они какие-то фантастически красивые. Но вот просто из-за того, что это все лежит мертвым грузом, открывается раз в год по обещанию, я не покупаю те однушки. Потому что я не знаю, как убедить себя доставать эту палетку сияшками, чтобы ею часто пользоваться. Но даже на работу, когда кого-то надо накрасить, я не беру эту палетку. Я не знаю. В общем, вот такая штука. Если у вас так же, напишите, что вы думаете по этому поводу. Может, вы как-то решили этот вопрос. Или просто вы пользуетесь, например, только самонаборными палетками. Тогда все становится гораздо проще. Короче, это моя личная проблема. Там головная боль и все такое. Вас не буду этим больше беспокоить. И вот с такими вот грязными, измазанными всем на свете руками, переливающимися очень-очень красиво, я закончу это видео. Я показала вам все сияшки, которые я считаю действительно достойными внимания. Не те палетки, где есть, например, там 10 оттенков и одна какая-нибудь очень красивая сияшка, ради которой стоит купить палетку. Нет. Так показывать не буду, потому что не считаю нужным тратить кучу денег на палетку, в которой только один достойный цвет. Именно поэтому я показала вам то, где много сияшек, или вот однушки, чтобы одну купить, и быть более чем довольным жизнью. Я надеюсь, что видео оказалось для вас полезным и интересным. Поставьте, пожалуйста, мне лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, стукните в этот колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. На этом все. Мы с вами скоро увидимся. С вами была Диана. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok